А вы когда-нибудь задумывались, откуда берут начало крупнейшие научные разработки? Все просто. Сначала курсовые работы, многочисленные исследования. И только потом серьезный труд может получить международное признание. И усердная работа молодого ученого, который трудится в стратегической академической единице Астровызов Казанского университета, не стала исключением. Алексей разрабатывает новый метод определения положения центра масс небесных тел с целью уточнения параметров колебания Луны. Результаты работ молодого астронома были включены в учебники по звездной астрономии. Цель работы заключается в создании единой системы навигационного обеспечения, для того, чтобы можно было осуществить навигационное сопровождение различных спутниковых миссий, а также для увеличения точности посадки космического аппарата при выполнении лунных проектов, намеченных Роскосмосом на ближайшие годы. История Казанского университета всегда была неразрывно связана с астрономией. Например, Луну не первое десятилетие исследуют астрономы обсерватории имени Энгельгарда. Именно здесь одни из первых в России приступили к изучению колебаний Луны. Большая полуось лунного эллипсоида отклоняется от направления на Землю, а протяжение Земли стремится вернуть ее в обычное положение. Еще до запуска первого искусственного спутника Земли профессора Казанского университета предвидели будущие межпланетные полеты для ориентирования на поверхности Луны. Алексей Андреев продолжает традиционные направления исследований. Его работа посвящена макрорельефу и гравитационному полю ночного светила. Неразрывную связь между геометрическими параметрами объекта и процессами его образования можно изучить благодаря работе молодого ученого. С помощью полученных результатов мы можем увеличить точность посадки космического аппарата. То есть если мы сейчас будем отправлять какой-то космический аппарат на Луну, то есть к Луне, то у нас точность посадки в плановых координатах будет составлять 3-4 километра. И по высоте где-то 300-400 метров результаты же нашей работы позволят увеличить точность посадки до 300-400 метров в плановых координатах и по высоте где-то до 50-60. Сейчас Алексей Андреев приступил к исследованиям параметров тел в пространстве Солнечной системы, которые позволят определить более полный спектр данных объектов и их способность повлиять на жизнь нашей галактики. Но как будет развиваться судьба Луны при регулярных колебаниях? Сумеет ли она приспособиться или главный спутник Земли начнет сопротивляться? А самое главное, что теперь ожидает нашу планету в связи с Луной либрацией? И какие еще сюрпризы преподнесет нам загадочная Солнечная система? Все эти вопросы по-прежнему остаются открытыми. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюз.